Библейский портал экзегет.ру представляет Книга Иисуса Сына Серахова, 12 глава. Продолжаются вот эти практические наставления и одновременно какие-то очень высокие поручения. Так и видим такого старичка, который своего сына, юношу и даже внука, может быть, наставляет. Если ты делаешь добро, знай, кому делаешь, и буду благодарна за твои благодеяния. Делай добро благочестивому и получишь воздаяние, если не от него, то от Всевышнего. Нет добра для того, кто постоянно занимается злом и кто не подает милостыни. Давай благочестивому и не помогай грешнику. Делай добро смиренному и не давай нечестивому, запирай от него хлеб и не давай ему, чтобы он через то не превозмог тебя. Ибо ты получил бы сугубое зло за все добро, которое сделал бы ему. Вот мне как-то не нравится это наставление Но я не буду врать В Библии есть места, которые мне не нравятся, не близки Мне кажется, надо делать добро всем Делаю ли я? Ну, нет, конечно Вот не помогай нечестивому, здесь сказано Потому что вот за праведника тебя Господь вознаградит Даже если праведник ничем не отплатит А за нечестивца, наоборот, получишь только от него зло Ну, это Ветхий Завет Вот Ветхий Завет дает такое твердое основание То есть, скажем, вот если жить по Ветхому Завету То ты будешь очень хорошим человеком Если жить по-новому, ты будешь святым Но это очень мало кому удается Так вот, значит, ибо ты получил бы сугубое зло за все добро, которое сделал бы ему Грешник платит злом за добро Правда случается, и нередко И наоборот, делай ему добро Ты усиливаешь его, ты раскрываешься для него Ты показываешь ему, где тебе больно Где у тебя слабые стороны Ибо и Всевышний ненавидит грешников И нечестивым воздает отмщение Давай доброму и не помогай грешнику Ненавидит ли Всевышний грешников? Я не знаю Я не берусь за него судить Автор книги Иисус Сын Сырахов Считает, что это ненависть Что это не просто наказание Допустим, можно наказывать без ненависти Справедливый судья наказывает преступника Не потому, что он его ненавидит А потому, что он служит обществу И предотвращает повторение преступления Родитель наказывает ребенка Уж нормальный родитель, не психопат Не потому, что он его ненавидит Потому, что он его воспитывает Ненавидит ли нас Бог? Неужели он не милосерден этих людей? Не знаю Вот я хочу поспорить здесь с Иисусом Сыном Сыраховым Но это Ветхий Завет еще расскажу И в нем все довольно просто Всевышний любит праведников Ненавидит грешников Вот его отношения Может быть, это способ сказать Одни ему угодно, а другие нет И речь не идет о его эмоциональной вовлеченности Я с трудом себя Ну, я вообще с трудом себя представляю Бога Но особенно с трудом представляю себя Бога Который вот в состоянии ненависти Там трясется от злобы Там что-то такое делает Нет Но Бога, которому не угодно То, что творит человек Я представить, ну, конечно, не в образе А, скажем, подумать о таком могу вполне Наверное, это еще и такой антропоморфный Человеческий язык Когда у Бога там есть руки, ноги, глаза, уши Ну, конечно, нету, вот как у нас с вами Но он воспринимает происходящее Поэтому мы говорим об органах чувств И действует Поэтому мы говорим о руках и ногах Наверное, ненависть такой же антропоморфизм Ну, мне так кажется Может, я не прав Ну, и снова на бытовой уровень возвращаемся Друг не познается в счастье И враг не познается Не скроется в несчастье То есть, друг познается в беде Русская поговорка Вот отсюда же, в конечном итоге Опять-таки, враг, наоборот, поджидает беды Чтобы тебя еще больше ранить При счастье человека враги его в печали Да, в соцсетях называются хейтеры А в несчастье его и друг разойдется с ним Вот, значит, не совсем друг Но бывает, правда Не верь врагу твоему вовек Ибо как рожавеет медь, так и злоба его Хотя бы он смирился и ходил согнувшись Будь внимателен душою твоей Истригайся его Будешь перед ним, как чистое зеркало То есть, медь, конечно, ржавеет Но и ржавым мечом можно ранить или убить Злоба его тоже ржавеет Но все равно опасно Но если ты будешь, как чистый зеркало Ты будешь его отражать Ты будешь понимать И узнай, что он не до конца очистился от ржавчины Не ставь его подле себя Чтобы он, незренно в тебя, не стал на твое место Не сажай его по правую сторону себя Чтобы он когда-нибудь не стал домогаться твоего седалища Ну, то есть, место, на котором ты сидишь По-русски сегодня это, конечно, иначе называется сиденье И ты, наконец, поймешь слова мои И со скорбью вспомнишь о наставлениях моих То есть, не приближая к себе врага Как бы его еще распознать Вот не дает нам Сираха этого совета Сираха, такое краткое название Иисуса, сына Сирахова Хотя, вообще-то, это его отчество Сирахович Кто пожалеет об ужаленном заклинателе змей И обо всех приближающихся к диким зверям Так и о сближающемся с грешником И приобщающемся грехам его Да, тот, кто возится со змеями и зверями Рискует от них потерпеть большие неприятности И тот, кто с грешниками возится тоже На время он останется с тобой, грешник Но если ты поколеблешься, он не устоит Ненадежный он Устами своими враг усладит тебя Но в сердце своем замышляет вернуть тебя в яму Глазами своими влаг будет плакать Когда найдет случай, не насытится кровью Если встретится с тобой несчастье Ты найдешь его там прежде себя И он, как будто желая помочь Подставит себе ногу Будет кивать головой И хлопать руками Многое будет шептать И изменит лицо свое Ну вот, не дружи с грешником Собственно, почему? Да потому что подведет Потому что в час беды Не только не поможет Наоборот, подтолкнет Наоборот, пнет еще дополнительно Простая мысль, но, к сожалению, справедливая Ну и вообще, с кем не надо водиться Там дальше будет много и подробно В 13 главе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok